Матвей Мишков Я очень счастлив Зачем пацана просто грабить? Дитри Симачев Да я в нём, братан, красавчик Однозначно топ-1 талант Ну вот он первый пошёл просто автограф Микэл Гулияев Красавчик в Новосибирске Первый вопрос, англёс Покалывай, да где Майкан? Покалывай Селён счастья были Были, конечно Очень доволен А почему Майкан и Локомотив? Я не буду Покалывай к Тарасской Тарасской Коану Лео Карлсон Покалывай Покалывай Лео Карлсон Сенсация, наверное, для кого-то, может быть, и случилась по поводу второго пика, но, по-первых, думаю, ни у кого просто не возникало. Фон Арбидарт уезжает в Чикаго. Стадион, конечно, был взорван, честно признаться, этим выбором. Фанаты Чикаго, они просто ликуют. Акции клуба сейчас кратно возрастут. Сказать больше нечего, просто ты смотришь и чувствуешь прикосновение к истории. Ну вот Бедарт все знала и знала отлично. Чикаго наконец-то получила вознаграждение за свои страдания и забрали Конора Бедарда, ведь по сути конкурентов у этого парня просто не было. Выбор под общим первым номером ему прогнозировали еще за месяц, за полгода, год, полтора года до самого драфта. Это невероятное чувство быть здесь со своей семьей и друзьями, услышать, как меня называют и испытывать это, особенно в такой легендарной организации. Очень благодарен за доверие мне, сказал Конор Бедарт сразу после выбора. Теперь на канадского вундеркинда будут делать огромные ставки, ведь команда находится тоже на стадии перестройки. И хотя Бедарт это один из самых талантливых юниоров за последнее время, Чикаго и он сам обязан сделать все, чтобы не повторить судьбу Лафринье, Нюджент Хомпкинса или Наиле Якупова и поднимать франшизу с колен. Бедарт оказался не только первым на драфте, но и первым в тестах на драфт комбайне НХЛ. К примеру, на тестировании Конор сумел подтянуться 14 раз, что является вторым результатом среди всех проспектов. При собственном на тот момент весе 84 килограмма, игрок развеял любые опасения по поводу того, сможет ли он пробиться на льду через более крупных игроков. К слову, даже у Макдэвида было 6 подтягиваний, а у Сэма Беннета, финалиста Кубка Стэнли в составе Флориды, в этом году 0. На комбайне Бедарт показал зашкаливающий результат в аэробных фитнес-тестах, жиме лежа, горизонтальных и вертикальных прыжках, а также на других упражнениях, что позволило еще раз убедиться, он номер один. Получилось очень интересно, ведь перед началом первого раунда наши коллеги из Penalty Box Radio ходили по городу и спрашивали людей о предстоящем драфте. И тут им попался генеральный менеджер Чикаго Кайл Дэвидсон, который совершенно один разгуливал по улицам Нэшфилла. Впрочем, сами интервьюеры его не узнали, а Кайл еще тогда сказал, что Бедарт уйдет под первым номером Blackhawks. Ну, то есть, немного разыграл журналистов. Остается только поздравить Чикаго с выбором игрока такого уровня, но и пожелать удачи Бостону, ведь провалив плей-офф, они еще и раздали все свои пики. И впервые выбирали только под 92 номером. По классическому прогнозу, Бедарт должен был уходить первым, Фантили вторым, но на деле в топ-2 ворвался Карлсон, что стало сюрпризом для болельщиков Анахайма, которые вообще не понимали, что произошло и почему руководство выбрало какого-то шведа, а не Адама. Все были настолько готовы к пику канадца, что многие болельщики уходили домой в Джерси Дакс с фамилией невыбранного игрока. Получается настоящая драма, если с первым пиком все было понятно еще задолго до выбора, то вот второй и третий пик заставили болельщиков прилично удивиться. Фантили и Карлсон наделали шумихи не меньше, чем у Бедарт. Но главный фурор на драфте вызвал именно второй канадец этого года, Адам Фантили. Всех просто поразила его жилетка, в которой тот пришел на драфт, где на спине были написаны фамилии всех тех людей, кто помогал ему на хоккейном пути. Самым первым был записан Господь Бог и родители игрока, а всего на нее было нанесено более 140 имен. Помимо жилетов Фантили носил пиджак, на подкладе которого были фотографии из его карьеры. Имея возможность отдать свою куртку и пройти весь путь с открытым жилетом, я просто хотел, чтобы они знали, что они идут туда вместе со мной. Благодарность всем тем людям, которые помогли Адаму на пути становления хоккеиста НХЛ не осталась незамеченной. На самой церемонии драфта поддержать игрока по разным оценкам приехали, внимание, от 100 до 125 членов семьи и друзей. Мы каким-то образом получили билеты, но я не уверен, у кого оказался счет на них. Пошутил Фантили. Выходит, что у Коламбуса теперь точно прибавилась лишняя сотня болельщиков. ДИМИТРИ СИМИШЕВ Спасибо, братик. Ну, я ко мне, я доел. Да, я в него, братик. Красавчик. Красавчик. Ольга, поздравляю. Поздравляю, поздравляю. Поздравляю, поздравляю, поздравляю. 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 из Санкт-Петербурга и КХЛ Матвей Мишков. Мраза, поздравляю. Просто поздравляю. Красавчик. Я в таком шоке был. Вообще, ты это видел? Я это видел. А, и ты видел, короче? Да, короче, у меня был интервью NHL.PI. И говорят, типа, хотите посмотреть, кто будет двенадцатым? Я такой, let's go. Я говорю, я хочу, чтобы Бут стартовали, моего тиммейта. И говорят, Дэниел Бут. Я такой, чего? Офигеть, офигеть. Ты видел это? Помнишь, ты ставил на тринадцати сам? Да. Это топ. Это просто очень высоко. Очень высоко. Ты просто красавчик. Спасибо. Молодчик. Заслужен. Красава вообще. Я очень рад за тебя. Да, 6 бигов. Как Зайдер. Да, как Зайдер. Ты помнишь, что ты там застоял? Что ты удивлялся? Вот, и говорю, офигеть. Колдер трофе. Ожидал? Короче, мы сидели. Выбирает Ренбахера. Я такой, все-таки он первый защитник. Потом, так сказать, я не то, что ожидал. Я готовился. Не будем говорить, как. Просто мне она говорит, в туалет сходил? Я такой, да. Он говорит, давай. И просто берет мою фамилию. Я такой, что? У меня мама сидит такая. Я уже встал, а она до сих пор так сидит. Голову поднимает. Зачет плакать. А он что тебе сказал перед этим? Ты помнишь, когда мы ушли в коридоре? Что все будет? Все будет прекрасно. Красиво. Красиво. Ха-ха. Это рекорд получается? Ваш. Неплохо. Работаем дальше. Самое главное не попасть на драфт. Самое главное заиграть в ангейл. Нет, но у вас это рекорд. Самый высокий пик шестой. Минтико был в прошлом году десятым. Это обновление рекорда Голдстарта. Ты в курсе вообще? Нет. Он будет больше. Ты в курсе лучше. Ты в курсе лучше. 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 Наверное, главной сенсацией стал не выбор Матвея Мечко в Филадельфии, а решение Аризоны. Первым же пиком франшизы под общим шестым номером взять Дмитрия Симошева. Ответ всем скептикам, говорившим о падении уровня школы локомотива. Вуаля, сразу трое воспитанников попали в топ-12 драфта НХЛ 2023 года. В преддрафтовых скаутских отчетах Дмитрия характеризовали как очень интригующего проспекта с отличной комбинацией габаритов и катания, которое так востребовано в современный НХЛ. Отмечали физические возможности, причем сразу комплексно. Скорость, сила, размах рук. Все, что востребовано на уровне топ-4 команды НХЛ. При этом в рейтинге ведущего канадского эксперта Боба Маккензи Дмитрий находился вообще на 19 месте и по прогнозам должен был быть выбран Чикаго или Виннипегом. Правда, незадолго до начала драфта акции игрока все-таки возросли. Попробуйте угадать почему. Подсказка. Об этом говорят каждому хоккеисту, да и вообще ребенку или подростку родителей. Учитесь. В кулуарах драфта звучала история, что Симошев был выбран выше Матвея Мечкова, в том числе и за знание английского языка. Своим прогрессом с точки зрения международных коммуникаций он сильно впечатлил ту самую Аризону, которая отметила для себя, что у парня очень серьезный виден НХЛ. И тем ярче восприятие реакции Дмитрия на свою фамилию из уст Дэрила Пландовски. Игрок буквально подскочил с кресла от неожиданности, но будем верить, что он справится с давлением ожиданий, которые неизменно возникают после попадания в первую десятку драфта и все-таки заиграет в НХЛ. Но не Симошевым единым планируют в будущем прирасти Аризона. Под общим двенадцатым номером клуб забрал нападающего Данила Бута. Воспитанника, внимание, конечно же, Ярославского локомотива. Вот это уровень. Когда Дмитрий Симошев давал интервью Sportsnet еще до второго выхода на сцену представителя Койотис, он сказал, хочу, чтобы они выбрали Бута. Но Аризона мечты сбываются. Уже потом в интервью Михаилу Данил поделился историей, как вместе с Дмитрием еще задолго до драфта представляли, как их выберет один клуб НХЛ и как они вместе будут играть за океаном. Ну, согласитесь, сказка. Возвращаемся к многотомным заметкам скаутов НХЛ. Открываем раздел про Бута и видим, что мнения скаутов тут расходятся. Кстати, почему? Его представляют одним из самых неоднозначных игроков на драфте. Например, Кори Пронман оценивает игрока в топ-10 лучших талантов. А Крейг Баттон говорит, что он уйдет ниже середины второго раунда. Из характеристик Бута отмечают бросок, он слишком тяжелый, что свидетельствует о его грубой силе и механике броска. Можно даже увидеть, как он тянет шайбу к своим конькам за мгновение до броска, чтобы изменить угол полета. Он довольно быстрый игрок, учитывая его габариты. Но главная проблема в том, что ему надо время, чтобы набрать скорость. Так описывал портал Hockey Writer с перспективой воспитанника локомотива в первой лиге мира. Возможно, уже через несколько лет мы увидим нового Тейджа Томпсона. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Он еще научит тебя, как сыграть в пакетах. Доволен? Очень доволен. Сейчас? Димитрий это заслужил, он молодец, работал. Сокусить не ожидали, что в шестом выиграл? Но даже он сам не ожидал. Мы знаем, что он топ-талант, что он однозначно топ-5, топ-3, топ-1 талант. Ты никогда не знаешь, когда ты драфт. Команды делают все, что они хотят. Не будут говорить, что они хотят делать. И просто выбирают, и вот так произошло. Ты видел, в Ушингтоне, Майка вообще без фамилии была? Да ладно? Да. Они не знали, кто будет, и они без фамилии дали. Вау. Так, друзья, если вы не знали, как происходит в Тай-сессе, после того, как игроков выбирают, вот так это делается. Мастер, поздравляю. Сарчик, просто русская Аризона. Становится. Петрович, ну что, поздравляю. Всего ваше. Ожидал? Честно, с какой-то стороны, да. Ожидания совпали с тем, что произошло? Хотел выше, хотел не могу? Конечно. Там выше было. Ну, можно было где, но сложно очень. Поэтому 12-е оптимально, я очень рад. Слушай, ну говорят, вот в последнее время, что в Ярославле школа все-таки немного спадает, поменьше талантов становится. Но как-то по драфту так и не скажешь, знаешь, что ты, Мечков, он человек сидит просто. Как что? Слушай, не знаю, кто говорит, но все видно. Это все обман, да? Да, конечно. В Локомотиве все хорошо? Да. Ну как, довольны, что будешь со своим, так сказать, однокомандником? Да, конечно. Мы как-то шутили с ним на эту тему еще в начале сезона. Серьезно? Прикинь, там, если в одной команде, то, да, так получилось. Он говорил, что когда сейчас были, он говорит, вот быть, у моего тиммейта выбрали, и так и произошло. Да, мы с ним говорили об этом. Чудо, что так получилось. Ты не спрашиваешь у Аризона, почему выбирают русских? Я думаю, им высокие нужны были, ну, поэтому. Здоровые, да? Ну, реально, огромные пацаны. Слушай, ну, у тебя такая история, и папа играл, и ты играл. Красавчик, просто такая уже хоккейная династия у вас получается. Да я не играл еще. Ну, слушай, как не играл? Уже, уже, уже вот, ты уже здесь, одной ногой, как говорится. Реально, очень рады за наших парней, что, несмотря в такое, знаешь, не самое простое время, все равно доверяют, выбирают, и это очень круто. И наши зрители желают вам только успехов. Красавчик, пусть все будет круто. Спасибо. Так, в общем, сейчас ребята пришли в ложу. Ну, как? Ну, это топ, братан. Да. С кайфом. У меня на гвале каги, на гвале каги у меня. Вот зачем на драфф ездят люди на самом деле. Сейчас еще фуршер. Лук подсобрал так. У меня теперь весит вот еще. Там, короче, классивка была для музыки, да что, вкладешь, это как кантри-музыка, и там крутится, и вот, и проигрывать. Теперь тебе придется покупать установку. В общем, вот такая ложа в Аризоны. Сейчас пришли сюда. Тут, соответственно, владельцы, все причастные, генеральный менеджер. Я вас и мечу, а я вас и не проскорю. Мам, ну эмоции, давай, быстро, Мам. В шоке я. Слезы были? Конечно. До тех пор. Ну, счастлива, Михаил, у нас сына, мама. Я очень счастлива. Ну вот, надо что делать в жизни? Делать счастливых родителей. Все верно. Аризонтский локомотив. Аризонтский локомотив. Симошев Энбут. Никто не ожидал, да? Представляете. Просто от этой команды просто еще и друзья. Я говорю... Мне гаги дали. Я говорю... Мне дали новые гаги. Я говорю, так такое возможно, да. Ну что, друзья, вот так выглядит счастье родителей, детей. Это очень крутая история. Вдвойне круто быть ее свидетелем и искренне радоваться за таких классных ребят наших. Просто, ну, даже не знаю, короче, что говорить. Просто офигенные истории, которые ты видишь своими глазами. Не знаю, как все получится дальше. Я у Димы, потому что вы сами прекрасно понимаете, хоккей бывает разный. Но мы все обязательно верим в него и будем поддерживать. Поэтому инсту Димину мы обязательно обозначим. Подписывайтесь на наших пацанов, потому что их надо поддерживать, надо развивать. И только так, ребята, видите, кто бы что ни говорил про русофобию, анхейл и прочее, но выбирают ведь наших. И шестыми пиками выбирают. И не только шестыми, и в десятке выбирают. И понимаете, сами. Так что бизнес это бизнес, спорт это спорт, а политика это политика. Поэтому, ребята, инстаграмы всех наших пацанов, Бута, Мечкова, Симошева и всех ребят мы обязательно обозначим в описании. Поддерживайте пацанов, подписывайтесь на них, следите за их карьерами, это действительно важно. Без вашей поддержки, без болельщиков, для чего им еще играть-то? Все же для вас, для болельщиков, ребят. Так что это круто. Просто нет слов. Я прямо вот искренне, знаете, такое ощущение испытываешь. Прямо вот когда видишь это, как вот у людей, когда получается, когда мамы плачут, когда ребят выбирают, когда вот такие сенсации происходят в прямом эфире, и ты становишься их свидетелем, это, конечно, разрыв. Поэтому что, сегодня пиво, пицца и овация в их честь, кайф, просто кайф. Это что такое? Я тебе, короче, заполняю, тебе на форму выдавать там будут. А, это же на Кэмпо, да? Да, просто туда полетим. Мы, короче, в Феник, завтра на приватном самолете. Серьезно? С владельцем? Да, с владельцем мы джем. Урынь? Да. Сразу, да, с хода просто? Я из зоны, бьет. Завтра будешь пифовать уже в тепле. В общем, сейчас ребята заполняют свои размеры, всякие одежды и так далее и тому подобное, вот так на компьютере. Нет. Самый молодой гендер в хелл. Вот он, вот он, поехал. Что еще? Самый молодой гендер в хелл, поехал. Давай, давай, давай. Быстрее, как лавишн. Одень. Ну вот он, первый пошел просто автограф. А, да? У вас что-то написано? Да, мы же там аппэкты написали на тушете по внизу. Извините, ошибся. А почему Майкель и локомотив? Без комментариев. Флайеры are proud to select from St. Petersburg and to KHL. Матвей, Мишков. И ваш путь, я просто мог с этим. Congratulations, my friend. Что думаешь вообще по игре вообще? Я очень счастлив. Я по твоим глазам вижу, что ты просто очень шокер. Я очень счастлив, очень счастлив. То, что ты меня выбрал именно в Филадельфии, это было очень классно. Да. Серьезно? Ну да, я знал, что... Ты там в Филадельфии? Я прям с первого собрания почувствовал, что именно это моя команда и комфортно в ней находиться. Очень классно было, атмосферно. Да, очень атмосферно было, да. Что было на спецедрании? Ты как-то знаешь, как будто все свои были там. Как будто свои люди, как будто я уже с ними знаком лет пять. Они сами просто выразили заинтересованность, да? Ну, да. Когда объявили, что почувствовал? Почувствовал, что да, хорошо, что Филадельфия. Почему не Филадельфия? Не знаю, просто нравится команда и нравятся люди, которые там сейчас работают. Ты фанул? Да. Серьезно, Братан, кто бы что про тебя реально не говорил, но я вот от тебя, честно скажу, мы всегда с тобой уже с самого начала еще начали снимать, с самого твоего первого сезона. Я реально очень рад за тебя, что несмотря на критику, хейт, тяжелые ситуации жизненные, все равно выставил. Молодчик. Еще знаешь, что ты рад за Димона и Симоша, блин, констанец вообще. Да, да. Вот вообще Лока просто... Ну, бывший Лока, скажем, просто топ. Все, все, все трое выбраны. Будут и Симош в Аризону шли? Там сейчас быстро. Да. Оба? О, в Аризону их отправили. Так что я сейчас красотик. Я его поздравляю, тебя, братан. Молодчик. Хейкис не был выбран первым среди россиян, хотя считался лучшим российским проспектом со времен Овечкина и Малкина. Каково было ваше удивление, когда вместо Вашингтона или Сан-Хосе игрока выбрала Филадельфия? Расскажите в комментариях. Если присмотреться на выбор Райана Леонардо Кэпс, то можно увидеть свитер без фамилии. Означает ли это, что клуб Александра Овечкина уже был готов урвать российского проспекта из системы СКА и даже не был готов к другим поворотам событий? А что, если бы вместо Симошева Аризона сначала бы выбрала Мечкова, а вместо Бута – Ярославского защитника? В общем, сценариев драфта можно придумать бесконечное количество, но в этом году получилось интригующе, согласитесь? СМИ хватало слухов о том, что Матвей может оказаться в Вашингтоне, но вместо этого столичной команде ничего не оставалось, кроме как выбрать лучшего друга Уилла Смита из Сан-Хосе – Райана Леонардо. Уже заметили, сколько в первом раунде драфта совпадений и лучших друзей? Сначала Смит и Леонард, затем Симошев и Бут. Матвей Мечков в Филадельфии тоже не остался без русскоязычного напарника. К нему, возможно, присоединится первый российский вратарь, выбранный на драфте НХЛ 2023 года – Егор Заврагин. И здесь стоит отдать должное флайерс, ведь они не побоялись снова драфтовать русских после не самого удачного выбора Германа Рубцова, Ивана Федотова или Ивана Проворова, которого некоторые специалисты посчитали неоправдавшим ожиданий защитником. И ведь сам Матвей крайне рад тому, что он был выбран именно этой командой. «Я очень счастлив, что меня выбрала Филадельфия. Это очень классно. Я с первого собрания почувствовала, что это моя команда. Мне комфортно в ней находиться. Было очень атмосферно, как будто все были свои, как будто я со всеми знаком уже лет пять», – сказал Матвей. Не смутило Филадельфию то, что им, возможно, придется подождать, прежде чем игрок окончательно примерит оранжевую форму. В прошлом году он подписал новый контракт со СКА, по которому останется в России до конца сезона 25-26. Но никто и не отменял факт возможного расторжения контракта с питерской командой. Пока гадать бессмысленно, время все покажет. Кстати, а вы заметили, как сильно негодовали болельщики Монреаля, что они выбрали Дэвида Райнбахера, а не того же Матвея Мечкова? Мало того, что Кэрри Прайс вообще забыл фамилию игрока, так на стадионе в Нашвили поднялся настоящий гул. Я думаю, вы видели это видео. И неспроста ведь кажется, что у Монреаля развелась настоящая аллергия на молодых талантов. Только посмотрите, каких игроков они выбрали в первом раунде за последние 10 лет. Есть про Катканиеме, хотя ниже шли Ткачук или Хьюз. Но Юлсен, где ниже шли Аха, Гавриков, Хинс, Терри и другие. Мы можем еще продолжить, но только представьте, сколько это займет времени. Единственный игрок, которого здесь можно выделить, это Коул Коулфилд, которому вопросов нет. Ну и, конечно, Михаил Сергачев. Однако руководство обменяло ведущего защитника Тампы. А вот тоже Баффало, наоборот, продолжает собирать супер талантов со всего мира. Теперь у Флайерс нет другого выбора, кроме как набраться терпения после того, как команда в третий раз в своей истории выбрала россиянина в первом раунде. Клуб находится в фазе перестройки, которая может продлиться не один год. И Матвей Мечков – идеальный вариант, чтобы строить вокруг него команду. И ведь никто совсем не ожидал, что Мечков попадет в Филадельфию, кроме самого руководства Флайерс. Это еще раз показывает, что драфт – максимально непредсказуемая вещь. И никто не знает, чего там можно ожидать. В общем, друзья, здесь этаж. Получается, вот низ. Здесь люди, кто пришел по билетам. А здесь этаж – ложь. То есть здесь владельцы в основном. И игроки, которых выбирают на драфте. И они, соответственно, проходят сюда. Каждый заходит в свою ложу, знакомится с владельцем, обсуждают дальнейшие планы, когда ехать на кэмп. Заполняют анкеты, размеры экипировки. В общем, оставляют на себе всю полную информацию. Кто, откуда, когда, зачем, почему, emergency contact и так далее. Все это происходит здесь. И одно вот интересное очень дополнение хочу сказать. Я реально очень хотел, чтобы Матвея, Мечкова выбрали как можно раньше. И чтобы он попал в хорошую команду по одной простой причине, что я считаю несправедливым одну вещь. Матвей реально один из наших, ну не то чтобы один из наших, а по потенциалу, скажем так, передрафтом, он был топовым игроком. И хоть сейчас Диму выбрали раньше, тоже я считаю, что это заслужено, потому что здесь каждая команда ищет игрока для себя. И вот относительно Матвея есть такая вещь, что он наш, и его наоборот нужно как-то двигать, продвигать, разговаривать о нем. Как вот, например, разговаривают о Бидарде. Снимать про него сюжеты, в том числе Матч ТВ, другим каналам. Как-то, знаете, выносить это в массы, чтобы была популяризация хоккея, чтобы за человека болели. Но вместо этого у нас люди, причем люди, которые поиграли, люди взрослые, люди опытные, выкидывают про него какую-то непонятную информацию. С таким посылом, что мы можем там показать какие-то переписки, еще что-то. Пацана просто, ему лет совсем ничего, он еще просто маленький. Когда про него вот выкидывают такую информацию, при обстоятельствах, которые вы знаете, да, при гибели папы, например, и так далее. У него давление от этой ситуации. Про него вкидывают вот такие какие-то непонятные вещи. Его просто начинают душить все там на спортсе в комментариях. Кто прав, кто виноват, никто не хочет ни в чем вообще разбираться. Они вот слышу звон, не знаю, где он, как говорится. И я знаком с Матвеем с того момента, когда он из локомотива в СКА. Нет, я даже раньше знаком, когда мы на ковиде проводили с ним эфир самый первый. Потом я снимал его в СКА. Потом моя команда снимала его сейчас перед драфтом. И вот сейчас мы приехали сюда, его выбрали на драфте. То есть я, по сути, посмотрел такую большую историю становления Матвея Мечкова. И честно вам скажу, что со мной лично я никогда не скажу, что он вел себя как-то из ряда вон выходящих. У нас были разные отношения. И были какие-то нестыковки, да, мы где-то, может быть, не сходились во мнениях. Но он всегда проявлял себя реально классным парнем. Где надо, он всегда извинится. Где надо, я понимал, перегнул, тоже там мог извиниться. То есть при этом всем мы сохранили реально хорошие отношения. И обидно просто за то, что люди, взрослые, они начинают делать вот такие вкиды с разговорами о том, что мы там можем показать какие-то переписки. И просто своего же пацана опускать на драфте из России. Зачем вы это делаете? Я просто, я не понимаю. Зачем хейтить его? Я не говорю носить его на руках, восхвалять. Но, блин, это как бы наш игрок, наш человек. Зачем? Для чего просто? Почему здесь в Канаде игроков говорят, что вот он у нас там, следующий Next One? Начинают вот это раздувать, чтобы его поднять как-то на драфте. А мы как будто наоборот. Собираем там 300 комментариев под статьей на спорте просто. И половина, даже не половина, наверное, процентов 70-80 из которых просто поливание дерьмом. Одного из самых талантливых юниоров своей страны. Я не понимаю. Вся жизнь, в том числе я, я когда-то начинал с вайнов просто. И никто бы не сказал, что я буду сейчас вот находиться здесь на драфте. Вот так вот близко ко всему в лиге, закрывать какие-то события. Потому что я тоже менялся всю свою жизнь. И мы всю жизнь с вами, каждый из нас, идет к лучшей версии себя. Ну, кто хочет как бы стать лучшей версией себя. И мы все всегда меняемся. Зачем пацана просто гнобить, когда можно было ему написать, сказать, ну вот ты тут не прав, вот так, вот так, вот так лучше было сделать. Дать ему какой-то совет, благодаря которому он бы мог, например, исправиться, да, или сделать себя лучше. То есть подсказать, дать подсказку. Но вместо этого мы просто начинаем опускать человека там, чуть ли не унитаз лицом, ну просто ни за что. И я считаю, что это реально объективно неправильно. И вот, например, стоит Дима Симашев вот здесь. Стоят ребята, и с Димой, например, они вообще хорошие друзья. И Дима говорит про Матвея только самые лестные комментарии, лестные вещи. Лучше как-то направлять, помогать, развивать. Тем более наших, тем более в такой ситуации, как сейчас. Единственное обидно, что НХЛ пока не выкладывают просто наших ребят, даже не постят в ленту. Вот это как-то странно. Но, с другой стороны, круто, что они вообще их выбирают, не боятся. И за это им реально респект. Все-таки Матвея, наверное, одна из тех организаций, которая остается всегда независимой. Они не подпускают себе какой-то там допинг-контроль. У них своя абсолютно экосистема, в которой они прекрасно знают, как действовать. Они развивают свой бизнес, становятся лучше. Им все равно, кто ты там. Азиат, русский, с Украины ты или откуда-либо. Они просто делают как бы деньги и делают спорт лучше, в частности, хоккей. И за что им реально огромное спасибо, что мы можем наблюдать вот такие разные классные истории, смотреть за лучшим хоккеем в мире и получать удовольствие. Поэтому, ребят, еще раз повторяю, что пацанов лучше поддерживать и давать им какие-то советы, а не хейтить. Ведь все равно, как ни крути, они наши. Правильно живите. С 31-го пик, the Colorado Avalanche are very proud to select from Omsk, Mikhail Kuliaev. Я же тебе сказал, что все четко будет. Красавчик, Новосибирск, как на разборку опять пошел. Красавчик, красавчик. Иди на разборку, иди давай на Сибирский. Спасибо. Красавчик. Я буду делать 3-2-1 action. Я буду спинаться на 5 секунд. Вы можете попить джерзи, позвать. Что ты делаешь? Да, что ты хочешь. Делай, что хочешь. Делай, что хочешь. Танцуй, танцуй. Потанцуй там, покажи, что ты можешь делать. Как все не будешь, ты делай. Как мы сегодня будем отдыхать. Красавчик, красавчик. Что, надолбим? Ну, наших или больше? Я очень рад, конечно, блин. Самое главное, самое главное ты. Ну, это я понял. Видишь, мы еще без пива пока. Давай этот, пожалуйста. Больше всех заставил попотеть Михаил Гуляев. Шансы которого быть выбранным в первом раунде драфта постепенно угасали уже к концу первого дня драфта. Но тут включается Колорадо и забирает российского защитника под общим 31 номером. Причем, этот самый пик команда незадолго до драфта выменила у Монреаля в обмен на форварда Алекса Ньюхака. Вообще, российский защитник считается одним из самых перспективных игроков обороны на драфте. Наряду с ним ставят Акселя Сантин Пеллику и Дэвида Райнбайхера. Однако, что касается Гуляева, он очень уверенно и умело обращается с шайбой. А также эффективно переводит игру из своей зоны в зону соперника. В нападении он становится активным и надежным плеймейкером, который может разгуливать по синей линии и раздавать точные пасы на партнеров. Больше всего отмечают его катание, которое делает его большой угрозой для соперника. Он отлично развивает скорость и может поймать соперника на рывке или контратаке. Выходит, что теперь у Лавин есть сразу сборная атакующих защитников. Смотрите, Кейл Маккар, Боун Байрам и теперь к ним присоединился и Михаил Гуляев. Остается только пожелать Михаилу удачи и надеяться, что совсем скоро мы сможем увидеть его игру в НХЛ. Каждый вот так подходит здесь и ставит свою роспись, в общем. Маркет, это ужасно. Плохой маркет. Поздравляю. Все, поздравляю тебя. Скажи спасибо. Спасибо. Поздравляю. Не угораешь. И тебе такого значка. Крутого. У Михаила Чергасова такой. В общем, друзья, здесь каждая комната это офис. То есть игрок задрафтовался, пошел в первую комнату, как Миша сейчас расписал все, и идет далее. Тут НХЛ Соушал, там делают разные фотографии. Тут тоже самое, в принципе. Я думаю, вы все знаете эту компанию, которая занимается фотографиями. Тут ВПР. В общем, я не знаю, заходят они сюда или нет. Ну и, соответственно, вот здесь стоит мужичок, который сейчас за моим правым плечом. Там у нас карточки, Упердек. И вот здесь еще одна НХЛ Миня. То есть в каждую заходишь, делаешь фотографии, ставишь росписи. Кто-то заключает контракт с Упердеком на карточке. Делает еще там какие-то автографы, может, там для болельщиков, для какой-то памятной истории. Короче, каждое помещение ты проходишь, все это заполняешь и поднимаешься в ложу наверх. Там наверху, соответственно, владельцы. Знакомство идет. Тебе говорят, когда, куда приехать появиться, что надо делать. Дальнейшие какие-то директивы, инструкции. В общем, дефтанулся, зашел на сцену, получил майку, объявили, все, руки пожали. Спустился сюда, провел все вот эти процедуры, прошел по всем комнатам и, соответственно, пошел наверх. Там с владельцем заключили и потом, куда идти? Правильно, пить пиво. Я думал, они не нравятся. Майя решила запустить первую команду, по-другому. Это в порядке, ты оставишься. Ну, чуть-чуть, надо. У них пик, у них пик раньше был. Я думал, они не живут. Так, я же давно что взяли. Эти гланши в первом. Что ж, не опуяй, давай, блядь, новосибирский. Ну, прикинь, он серьезно, прикинь, это серьезно. Первый вопрос, он говорит, а где мой галочек? Где мой галочек? В инстаграме. Вообще, хочу в народ думать, первый раунд, галочка. Да, ну, конечно, мы понимаем. Не, не, не шутки. Не шутки, на самом деле. Серьезный бизнес. Серьезный. Почему, кстати, фамилии нет у меня было у меня? Потому что они не знают. Мы не подготовили просто. Мы не подготовили просто. Мы не подготовили, потому что у парада не было. У Шептона даже в первом, у Шептона в какой-нибудь, восьмой выбирали? Да, спасибо, спасибо. Они без фамилии тоже дали, тоже восьмом. Они ведут мечками. Мне тоже, кажется. Клади рекорд на проигрывать. Смотри на проигрыватель. Да, смотри на камеру, посмотри на камеру, посмотри на камеру. Миккейл Гулияев. Сядешь на стул. С клюшкой или с клюшкой? С клюшкой. С клюшкой или с клюшкой? С клюшкой. С клюшкой. Как золушка. Как красная шапочка. С клюшкой пацаны застремали. Смотри, как я с клюшкой. Ножки целочки, так я не знаю. Все супер, довольны? Рады и счастья. Слезы счастья были? Были, конечно. Серьезно? Уже вытерли? Да. Поздравляю. Это круто. Это круто. Классная команда. Классный город. Мы к этому долго шли и все получилось. Папа написал что-нибудь? Да, конечно. Что сказал? Еще ничего не читала. Там очень много человек. Да, уже все. Пожеланий очень много. Ну что, во-первых, поздравляю. Первый раунд всегда почетно. Давай первые эмоции. Эмоции? Ну, наверное, сейчас пока ничего не понимаю. Драфт выбрали. Долго ждал. Уже, наверное, пропало в конце вера, что меня выберут в первом. Спасибо Богу, что вот так все получилось. Был такое, что сидел уже просто такой, да блин, ну опять не выбрали, опять не выбрали. Уже отчаяние наступало. Ну, я где-то, наверное, где-то с десятого пика вот прям каждый пик сидел. Ну все, вот сейчас точно. Как бы, ну, команды уже такие более, как бы я с ними больше общался. Думаю, ну щас, ну щас. И не щас, и не щас было, да? С Колорадо общались вы, насколько я знаю, вообще два раза. То есть больше всех, да? Ну, сегодня было второе собеседование. Мы вчера позвонили агенту, сказали, мы хотим еще раз встретиться. Ну, с ними ты два раза общался, со всеми по одному, правильно? Да. Я думаю, что про Колорадо много говорить не надо. Наверное, это просто кайф. Что знаешь про Колорадо? Там еще и любимый защитник мой брат, Киев Макар. За ним слежу, как бы, стараюсь за ним. Если, дай Бог, получится сыграть с ним, извиняй, это будет моя исполнена вторая мечта. Первая мечта попасть в НХЛ, быть драфтованным, да? А вторая мечта пара Гуляев-Макар. Да. Слушай, ну, на самом деле я тебя поздравляю, потому что с Новосибирска, с Сибири вообще от нас не так много ребят выходят, к сожалению. Хотелось бы больше, но ты такой один из новой школы, скажем так, первопроходцев. Поэтому я желаю тебе идти так же уверенно, как ты жил сейчас на сцену драфта, как на разборку. Братан, ну вот за тебя реально вообще втройне вдвойне счастлив. Просто красавчик. Удачи. Много задолбывать тебя не буду, потому что я вижу, что у тебя уже просто пивная улыбка вот эта, которая не дает тебе покоя. Так что молочек. Спасибо. Дэн, ну, во-первых, поздравляю все в первом раунде, кто хотел, ушел. Шевенгоича контракт, и Барбашева контракт, конечно, нельзя тоже не отметить. Эти два дня для тебя, это как, знаешь, пришел на рыбалку не с удочкой, а с сетью. Пару слов просто. На самом деле, это работа всего моего коллектива. Мы выложились на 350% на протяжении всего года. Это не было все за три дня. Привезли ребят сюда на драфт. Последние несколько дней у нас было более 30 собеседований. Ребята выложились, я очень рад за них за всех. Да, вчера, когда мы ходили в ресторан на ужин, если помнишь, я был на улице, стоял. Обмен был Егора Шаранговича, и ближе к вечеру был контракт. Также договорились о Барбашево контракте, и сегодня поставили двух ребят на драфт. Завтра очень важный день, завтра уйдет тоже много ребят. Не будет договорить кто, но вы их завтра все сами увидите. Для тебя, если, например, взять пятерку как самый высший балл за этот драфт, оценить работу вашу? Всегда может быть лучше. Я благодарен всем нашим сотрудникам, все ребята-скауты. Сегодня вы увидели Мишу Гуляева, увидели Диму Семашова, но на самом деле работа-то началась 5-6-7 лет назад. Наши скауты сейчас ослеживают уже 2009-2010 годы. То есть ты увидишь этих ребят на драфте только через 5-6 лет. О них заговорит страна, мир через 5-10 лет. А наши ребята уже с ними работают, ослеживают. Поэтому сегодня очень важный день в карьере этих ребят, потому что это первый день профессиональной карьеры в Северной Америке. И желаем, чтобы в ближайшие 5-6 лет они радовали всех наших нас. Глядя на улыбки, ребят, это, наверное, дает тебе тоже эмоции. То, какие они счастливые сейчас. Их родители. Улыбки, слезы, обнимание. Это то, что за деньги, просто за деньги не купишь это. Потому что эти все чувства, они останутся навсегда. Эта память останется навсегда. Поэтому желаю, чтобы ребята не сломались по пути дороги, а продолжали прогрессировать. Радовали нас в национальной хоккейной лиге. Также продолжали выступать за сборную страны. И приносили медали, кубки своей семье, своей стране, своим партнерам по команде и всем. Сегодня на драфте все прошло по плану, так как хотел. Ты удовлетворен? Могло бы быть лучше, но, в принципе, все, как мы планировали, все произошло. Дима Симышев нас порадовал. Мы понимали то, что он идет высоко. Хотя диванные критики ставили его рейтинги довольно низко. Он по-настоящему интересен. Тебе зрели его высокий пик? Мы знали немного раньше то, что его выберут. Мы не знали, это будет 6 или это будет 8 или будет 9-9. Но ради этого мы понимали то, что он идет не позже, чем 10-11 пик. Рад то, что это выбрал Аризона. Сегодня ребята проводили с ними второе собеседование. Также они проходили тестирование. Аризона, как ты знаешь, попросила, чтобы родители пришли вместе с ними. Аризона познакомилась со семьями. Завтра ребята на частном самолете вместе с генеральным менеджером из Аризоны улетят в команды, где они будут общаться, знакомиться с окружающим городом непосредственно. И потом вернуться к себе домой. Аризона не смущает то, что 4 500 арена. У Дима действующий контракт. И еще на несколько лет он приедет в Северную Америку тогда, когда он будет готов. И к моменту, когда он приедет, я уверен, что новая арена будет построена. А платежка? Потолок зарплаты, у них полно денег. И под новую арену, в которой будет 20 000 посетителей, обязательно найдутся деньги. То есть диваны эксперты, которые говорят, что Аризона это дно и команда, в которой не хочется быть выбранным, они не правы. Ребята, вы были в Аризоне? Номер один. Там всегда солнце 365 дней в году. Великолепный климат. Все довольно недорого, доступно. Это супер безопасное место. Это одно из лучших мест в Северной Америке. Это номер один. Номер два. Ты играешь в национальной хоккейной лиге. Номер три. Через 3-4 года будет новая арена на 15-20 тысяч человек. Номер четыре. Они перестраивались. Они берут 10-12 ребят на драфт каждый год. И через 3-4 года все эти ребята, это 2002-2003, 2004-2005 год, они будут уже в возрасте 23-25 лет. И они тогда еще покажут всем куськину мать. Поэтому я желаю выбранным ребятам Аризоной успехов в Кубке Стэнли. И естественно, у меня традиция с моими друзьями. Каждый июнь месяц мы отмечаем Кубок Стэнли. И я желаю, чтобы ребята в Аризоне выиграли Кубок Стэнли. От себя скажу. На том драфте вы поставили рекорд. Был Паша Миндюков, десятый, наверное. На этом драфте новый рекорд. Дима ушел под шестым. И каждый год Голд Стар бьет рекорды. Но люди часто, они не видят работу твою, когда человек вот так просто телефон прилетел к руке и ходит постоянно. Это большая работа, поэтому... Честно сказать, для пацанов, для наших из России, ты реально делаешь очень много. Так что я тебя поздравляю. Спасибо большое. А в следующем году в топ-пятерке у нас идёт 2 или 3 клиента. Новый год, новый рекорд. Просто красавчик. Поздравляю. В общем, дорогие друзья, первый день драфта окончен. Это был невероятно трудный день, потому что мы на ногах с 6 утра. Сейчас час ночи. Ложимся спать. И завтра второй день. И на этом всё. И вот чтобы вы понимали, каждый драфт, это с виду кажется такая вот, ну как бы просто событие, на котором там приходят, собираются люди. Это всё показывают по телевизору и вроде всё так классно, спокойно и так далее. Но когда ты смотришь, как люди работают на драфте на самом деле, вот именно агенты, команды, представители. То есть это, знаете, это такая гонка на, не то чтобы на выживание, но тут очень мало сна. Тут все постоянно, даже вот, например, встречи, тут люди столько делают именно встреч в один день, что они просто не успевают встречаться ещё больше. И поэтому они встречаются ночью, они встречаются там, они не спят, они, я говорю, пьют литры кофе, они постоянно бегают. Это постоянно звонки, это постоянно какие-то переговоры, это какая-то постоянно суета. Одному это, надо другому это, потом этого выбрали, ему там надо улететь, ему нужны билеты, ему нужно там позвонить в клуб. Я вот сейчас, когда второй драфт прохожу, я даже сам, я просто это снимаю всё и смотрю за тем, как люди здесь работают. Там генеральные менеджеры, команды, отели. И ты смотришь, что они как бешеные, просто бегают по этому городу изо дня в день, час за часом, на протяжении недели. И не только игроки, не только там генменеджеры, агенты, а просто все, понимаете, организаторы. Это с виду для людей в трансляции кажется, ну просто такой как момент, когда там кого-то выбрали, похлопали ему, всё здорово. Но на самом деле, вот как правильно сказал Дэн в одном из интервью наших, что драфт начинается вообще, вот он сейчас закончится, завтра и всё. И это уже началась подготовка к новому драфту, это уже новая работа, всё забыли, просто взяли ластик, стёрли и поехали дальше. И, соответственно, вот каждый драфт, это невероятная работа всех, всей лиги, всех-всех-всех. И поэтому вот этот вот общий такой симбиоз, общая такая вот отдача людей, она приводит вот к тому, к чему приводит, к такому действительно классному, я считаю, продукту. К продукту, который стремится к совершенству. Поэтому, друзья, просто хочу донести до вас одну мысль, что это, вот понимаете, каждое какое-то событие, в частности, да, в НХЛ, вот особенно драфт, это огромнейшая, огромнейшая работа всех. Я очень счастлив за наших пацанов, потому что их реально выбрали, многих, да, так, как они хотели, и я считаю, что именно для игроков из России этот драфт прошёл прям на 5 с плюсом, его первый день, точнее, не знаю, как сложится завтра. И, соответственно, он был, день был такой насыщенный, что ты просто от этих всех эмоций переполнен, и ты понимаешь, что надо спать, но ты даже спать не можешь, потому что ты даже не можешь это всё вот переварить, уложить в своей голове. Так что, короче, hard work every day, закидываем материал, чистим флешки, вступаем завтра в новый день. Ну что, друзья, второй день драфта, мы пришли уже на арену, арена полностью пустая практически пока, это, в принципе, было прогнозируемо, потому что всегда второй день драфта, он сильно слабее по активности, по отдаче болельщиков, нежели первые дни. Соответственно, сегодня будут выбирать ребятам второй, третий раунд из интересного, мы ждём также выбор наших игроков из России, потому что они ещё остались, их немало, какие-то интересные трейды, интересные события, все уже здесь, все взволнованы, все ждут, испытывают тот же самый саспенс, просто, наверное, в меньшей мере, нежели вчера. Зрителей, конечно, будет меньше, и ребятам, которые убираются во вторых, третьих раундах, четвёртых там и прочее, им, мне кажется, немного обидно, потому что сейчас всё будет проходить в ускоренном формате. То есть вызвали, вышел, получил майку, пошёл дальше, как бы, потому что иначе драфт длился бы, наверное, несколько суток, и тут люди бы приходили просто с палатками, с едой и так далее, а не сидели бы на трибунах. Садя, красавец. Сашка. Красавец, брат. Молодец. Поздравляю всех. Ну, неужели? Выходите. Красавчик. Поздравляю всех. Также, конечно, хочется внести ещё одну ремарку, что люди, которые там пишут сейчас, мы когда с драфта выпуски какие-то выкладываем, отрезки, урывки в Инстаграм или в Телеграм, люди пишут. Ой, почему это так низко? Ой, почему это такое? Вы поймите одну вещь, что все эти рейтинги, они их делают, по сути, диванные аналитики, которые, ну, хорошо, они там смотрят что-то, какой-то хоккей, но, вы понимаете, каждый игрок... Вот здесь она хайф, вот здесь вот, вот он родной, блядь. Поздравляю, поздравляю, молодчик. Это вот как раз сейчас подходил мальчик с Беларуси, который со второго раза задрафтовался. И вот к чему веду, что каждый игрок, каждая вот эта единица выбора, к ней подходит очень разумно. И этого человека изучают, беседуют с его родителями, смотрят там на его характер, общаются с детскими тренерами, изучают его травмы, проверяют его здесь на медицину. И понимаете, какой-то человек в интернете там или на каком-нибудь проекте, который сидит и за умными речами рассказывает о том, почему тот или иной игрок не может быть выбран или может быть выбран. Это все просто диванная аналитика, которая ничего не имеет абсолютно общего с реальностью. Здесь же люди, профессионалы, они делают это уже там десятилетиями. Шесть декад прошло вот с момента первого драфта. Вы представляете? И кто может выбирать лучше? И кто умеет выбирать лучше? Эти люди или диванные аналитики? Поэтому, ребят, порой вся вот эта картина, которая вырисовывается в рейтингах, она часто неверная. Поэтому, ребята, вы просто не верьте всяким слухам, не верьте диванным аналитикам. Есть, конечно, действительно какие-то, может быть, там полезные умные вещи, но в любом случае драфт это огромная, большая работа всех, которая начинается задолго до того, как прийти сюда, вручить майку и кепку. Это анализ, это проверка историй и так далее и тому подобное. Так что поменьше каких-то непонятных комментариев, можно, конечно, порассуждать на тему того или иного хоккеиста, но вот эта вот аналитика, которая еще идет с таким утвердительным тоном от некоторых, что тот или иной плохой, этого не надо, того не надо, Да, как это вообще выбрали, а он того не стоит. Ну, ты просто смотришь и думаешь, это полный бред. Не верьте слухам, не верьте диванным аналитикам, смотрите драфт и получайте от него удовольствие просто и все. На самом драфте были выбраны представители 15 разных стран. Лидерами остаются Канада, 87 игроков, США 49 и Швеция 25 игроков. Россия же заняла 4 место с 19 игроками. Кстати, рекорд обновила и Беларусь, 5 представителей которой были выбраны на драфте, ну и Казахстан, один хоккеист. К слову, были выбраны даже игроки из Франции, Италии, причем итальянец ушел достаточно высоко. Во втором раунде драфта под общим 60 номером. Командой Анахайм, кстати, что-то эти парни точно знают. До сих пор Канада лидирует по поставке первых номеров драфта. Конор Бедард стал 43-м представителем Кленовых листьев, ну а россиян за всю историю было всего трое. Это Илья Ковальчук, Александр Овечкин и Найль Якупов. Удивительно, но глядя на списки задрафтованных игроков, может показаться, что Каролина забыла о существовании других стран, кроме России. Сразу 5 российских игроков были выбраны на драфте НХЛ 2023 года этой командой. А именно, Александр Рыков, Станислав Яровой, Руслан Хажеев, Тимур Муханов и Егор Вильмакин. А теперь загибайте пальцы и считайте, сколько всего русских в системе Харрикейн. Никишин, Трикозов, Пономарев, Грудинин, Гуслистов, Пашин, мало? Тогда еще Пелевин, Слепец, Перевалов, Свечников и Кочетков. Чем не состав на финал Кубка Стелли. Драфт подходит к концу, остались уже там крайние пики. И на самом деле очень приятно видеть то, что наших ребят действительно выбрали много. Несмотря на всю ситуацию, и кто бы что ни говорил, что сейчас невозможно посмотреть игроков на мировых первенствах, что наша страна полностью закрылась и так далее и тому подобное. Но на самом деле, в принципе, выбрали достаточно наших соотечественников, и это реально круто. В принципе, каких-то итогов или жесткой аналитики подводить от смысла не вижу. Но я хочу вам сказать о том, что вас ждут приятные подарки, потому что Черкас-Атланд никогда не обделяет своих ребят. Поэтому вот такие две замечательные кепки с НХЛ Авард, с драфта 2023 года, достанутся кому-то. Мы их разыграем в нашем телеграм-канале, но при одном условии. Две эти кепки, они стоили 80 долларов. С учетом нашего труда и общей поездки сюда, мы округлим эту сумму. И если этот выпуск наберет сходу 1080, хотя бы там, ну, допустим, за 2-3 дня, мы обязательно их разыграем в нашем телеграм-канале. Если же нет, то нет. Поэтому, ребята, все в ваших руках. Ставить палец вверх, писать комментарий, колокольчик, делиться этим выпуском с друзьями, подписываться обязательно на канал. Это все помогает нам развиваться и продвигать хоккей-массы, чтобы людей вовлекалось больше, чтобы хоккеистов становилось больше, интереса больше. И, соответственно, на драфте, уверен, игроков тоже будет со временем больше. Потому что это развитие и популяризация игры. Мы с вами вместе делаем все что? Правильно, развиваем игру. И я считаю, что эти подарки, они действительно ценные, действительно важные. Их тоже нужно заслужить, ибо мы всегда разыграем какие-то вещи, делаем это бескорыстно, бесплатно. Но, к сожалению, так не может всегда продолжаться. И нужно уже как-то нам с вами совместно делать эту работу. Поэтому все в ваших руках, ребята. Вот эти кепочки, будешь знать в телеграмме. Сами знаете, что нужно делать. Ну и что? Всем спасибо за просмотр этого выпуска. С вами была команда Черкасс-Атлант из Дэшвилла. НХЛ Авардс, Драфт НХЛ. Самые лучшие события, самый лучший контент для самой лучшей аудитории. Всех обнимаю. Берегите себя, берегите своих близких. Играйте в хоккей, потому что хоккей – это самая лучшая игра на земле. До новых встреч!